В июне 1917 года состоялось последнее наступление русской армии на фронтах Первой мировой войны, которая закончилась полным провалом. Весть об этом облетела всю Европу и быстро достигла Италии. Живший там русский философ Борис Яковенко так писал о поражении. «Этот молниеносный разгром противникам целого фронта, произошедший только благодаря духовному разложению, которым были объяты солдатские массы, был тяжелым непоправимым ударом по русской революции. Им начался ее внутренний распад и ее вырождение в насилие, разгром и анархию». Русская революция. Она была предметом исследования Бориса Яковенко и стала темой его книги. Революция, начавшаяся в феврале 1917 года, уже летом приблизилась к своему страшному братоубийственному финалу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Власть в России была отдана Временному правительству, но фактически никакой власти в стране не существовало. В городах, на заводах, в военных частях были избраны советы и комитеты рабочих и солдатских депутатов. Любое решение правительства, которое не устраивало советы, немедленно ими блокировалось. Если правительство настаивало на выполнении своих требований, то советы выводили на улицы тысячи вооружённых сторонников. Полиции в стране не существовало. Войска подчинялись не своим командирам, а полковым комитетам, которые сами решали, какие приказы выполнять. В результате у власти не было ни малейших рычагов, позволявших навести в стране хотя бы подобие порядка. Такая власть была обречена на свержение. Временное правительство держалось лишь потому, что имело слишком большое число противников, которые не могли объединиться. Но достаточно было какой-либо партии взять под единоличный контроль Советы и вооружённую толпу, которая Советам подчинялась, и правительство перестало бы существовать. К лету 1917 года русская революция безжалостно смела с дороги истории вчерашних кумиров и властителей дум, чьи имена годами не сходили с газетных страниц. Редко кто вспоминал Родзянка, Гучкова, Милюкова. Теперь главные роли в политике играли социалисты. СССРы, социал-демократы-меньшевики, меньшевики-интернационалисты, социал-демократы-межрайонцы, большевики и прочее, и прочее. В Советах рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов заседали представителей именно этих партий. Их идеи находили свой отклик и в народных массах, особенно когда речь заходила о переделе Земли или прекращении войны. Все они мечтали видеть страну обновленной на свой собственный лад, но все они видели ее единой. Однако были и другие мнения. Грузинские меньшевики, армянские эсеры-дашнаки, азербайджанские мусаватисты решили обустраивать свои территории самостоятельно. Идея полной независимости широкой поддержкой пока не пользовалась. Чаще выдвигались требования национальной автономии. И громче всех о ней заявила Украинская Центральная Рада, заседавшая в Киеве. В составе Рады собралось более 700 человек, хотя никаких полномочий представлять интересы украинского государства у них не было. В Киеве работали органы Временного правительства и свой Совет депутатов. Тем не менее, именно Центральная Рада объявила себя единственной выразительницей интересов украинского народа, претендуя на власть. В начале лета 17-го года Рада отправила в Петроград свою делегацию и потребовала от Временного правительства предоставить Украине автономию, а саму Раду – признать высшим органом власти. Правительство отказало. Практически сразу же в Киеве был созван военный съезд. Керенский запретил его, но съезд все равно состоялся. На съезде столкнулись два направления украинского национального движения – так называемые «самостийнаки» требовали отделения Украины и создания собственных вооруженных сил. Другую сторону представляли автономисты, выступавшие за украинскую автономию в составе российского государства. Большинство голосов в Раде оставалось за ними. 10 июня Центральная Рада приняла так называемый «Первый универсал» – нечто вроде манифеста, который некогда выпускали казацкие гетманы. Рада брала на себя ответственность за текущее состояние дел, вводила новые налоги и провозглашала, что украинский народ должен сам распоряжаться своей судьбой. Речь об отделении от России пока еще не шла. Однако было создано собственное правительство – генеральный секретариат во главе с писателем Владимиром Винниченко. Должность секретаря по военным делам получил бывший бухгалтер Симон Петлюра. Это был прямой вызов Временному правительству. В Киев отправили трех министров – Терещенко, Керенского и Церетели. Чтобы надавить на столичных гостей и показать им мощь новой власти, Центральная Рада устроила военный парад. Реальной военной силы в ее распоряжении имелось ничтожно мало – всего два полка неполного состава, носившие имена Богдана Хмельницкого и Гетмана Полубодка. Но украинские политики нашли выход. На параде солдаты шли по кругу. Промаршировав перед педагогическим музеем, где заседала Центральная Рада, они бежали на параллельную улицу и через несколько минут снова проходили парадным шагом перед гостями из Петрограда. Обмануть этой хитростью никого не удалось. Керенский и другие министры быстро сообразили, в чем дело. Но на переговорах Рада уступать не собиралась. В итоге пришли к компромиссу. Петроградские гости признавали Центральную Раду законной властью, а та соглашалась отложить вопрос автономии до созыва учредительного собрания. Центральная Рада выпустила второй универсал, где утверждала, что всегда стояла за то, чтобы не отделять Украину от России. После отъезда петроградских делегатов в Киеве вспыхнул мятеж полка имени Кетмана Полубодка. Этот полк несколько раз пытались отправить на фронт, но полубодковцы отказывались, и в итоге военные власти сняли их с довольствия. Полк взбунтовался. Формально полубодковцы требовали передать всю власть Центральной Раде. Но на самом деле они просто пытались избежать передовой. Мятежники заняли Киевскую крепость и военный завод «Арсенал». Их разоружили и в конце концов отправили на фронт. Однако в Петрограде мятеж украинского полка практически никто не заметил. В самой столице назревали куда более грозные события. Прочность Временного правительства решили проверить большевики. Из книги Бориса Яковенко «История Великой русской революции». Анархическое ображение и большевистские покушения на государственный порядок не прекращались и не утихали. Беспорядки имели место в Ростове-на-Дону, в Старом Петергофе, в Нижнем Новгороде, в Ельце, в Рязани. И в самом Петрограде настроение продолжало оставаться самым напряженным. В это время чрезвычайная Следственная комиссия Временного правительства уже открыла производство уголовного дела против Ленина и большевиков и вела расследование их деятельности по подозрению в шпионаже в пользу Германии. Однако большевистское руководство оставалось на свободе. Ленин придерживался избранной тактики. Первым делом оказать влияние, а затем захватить руководство в Советах. После этого с помощью рабочих и солдатских масс, которые составляли основную силу Советов, планировалось арестовать Временное правительство и взять власть в свои руки. Если в марте 1917 года большевистское влияние в столице было почти равно нулю, то в начале лета оно заметно выросло. А в июле Ленин и большевики совершили первую попытку захвата власти. В первые дни июля на улицах Петрограда происходила непонятная и пугающая суета. Прохожие с удивлением наблюдали, как по городу носятся грузовики, заполненные вооруженными людьми. Над машинами развивались транспаранты с коротким и емким лозунгом. Первая пуля – Керенскому. В казармы зачастили агитаторы большевиков. Их слушали внимательно и с одобрением. Призывы были понятны. Долой министров-капиталистов, нет войне до победного конца, мир без аннексий и контрибуций. Солдаты столичного гарнизона воевать не хотели, а немедленный мир обещала только одна партия – большевистская. Ленин опубликовал свою работу под названием «Апрельские тезисы», где пункт о необходимости закончить войну стоял на первом месте. Имелся в программе Ленина и пункт о конфискации всех помещичьих земель. Но мир, заявлял лидер большевиков, недостижим пока у власти временное правительство. Самым ненадёжным, с точки зрения властей, в Петрограде считался первый пулемётный полк, который по численности соответствовал дивизии – 11 300 солдат и 300 офицеров. Он был сформирован как учебная команда, которая раз в неделю отправляла на фронт новую маршевую роту. К отправке на передовую солдаты относились очень болезненно и воевать не желали. Располагался полк в районе Петрограда, называемом «Выборгская сторона». Здесь были сосредоточены промышленные предприятия и крупные столичные заводы. Французский журналист Кло Данне говорил о «Выборгской стороне». Ленин и Троцкий царят здесь как господа. Близость к рабочим районам привела к тому, что солдаты постоянно подвергались социалистической агитации. В июне русская армия предприняла попытку решающего наступления на Германском фронте. Но отсутствие дисциплины и единоначалия в войсках, влияние социалистов, солдатских комитетов и пацифистских настроений привело к тому, что наступление полностью провалилось. Тысячи солдат погибли буквально ни за что, в то время как в тылу царствовали большевистские идеи о прекращении войны. В те дни командование потребовало отправить на фронт несколько маршевых рот 1-го пулеметного полка. Войска на передовой захлебывались кровью, но петроградские пулеметчики расставаться с привольной жизнью в столице не хотели. Их полковой комитет принял резолюцию – на фронт не идти до тех пор, пока война не примет революционный характер. Что имелось в виду под революционным характером, никто ответить не мог, но это давало удобный предлог отсиживаться в тылу. После принятия резолюции большевики совместно с полковым комитетом провели митинг и призвали прекратить грубейшее насилие над революционными войсками. Под насилием понималась как раз попытка отправить, наконец, пулеметчиков на передовую. Третьего июля в полку избрали революционный комитет. Он тут же отправил делегатов на столичные заводы, где солдаты выкрикивали один и тот же текст. Все трудящиеся и солдаты Петрограда уже поднялись на восстание. Одни вы медлите! Пулеметчикам поверили. И рабочие готовы были выйти на улицы. Представители полка прибыли и в Кронштадт, где на главной площади собралась огромная толпа. Моряки слушали горячие речи. «Сейчас в Петрограде, может быть, уже льется братская кровь. Неужели вы откажетесь поддержать своих товарищей? Неужели вы не выступите на защиту революции?» Так к восстанию присоединились матросы Кронштадта. Ситуация накалялась. Кровь в Петрограде не лилась, но по всему городу проходили митинги. Ораторы ругали Временное правительство. От казармы к казарме перебегали какие-то люди, призывавшие к вооруженному выступлению. Ленина в городе не было. Он уехал на дачу к своему соратнику и издателю Бонч-Бруевичу. Другие вожди большевиков колебались. Наконец решили отказаться от восстания и призвать своих сторонников к спокойствию. На следующий день планировалась только мирная манифестация, о чем руководители большевиков объявили публично. В то же время они продолжали подталкивать своих сторонников к свержению правительства. Когда члену Центрального комитета большевиков Сталину позвонили из Кронштадта и спросили, брать на демонстрацию винтовки или нет, тот пошутил – «Винтовки? Вам, товарищи, виднее. Вот мы, писаки, так свое оружие, карандаш всегда таскаем с собою. А как там вы со своим оружием, вам виднее». Иосиф Виссарионович Сталин Джугашвили. Из бедной грузинской семьи. Закончил православное духовное училище. В 16 лет поступил в Тифлийскую духовную семинарию. В это же время начал заниматься революционной деятельностью, за что был исключен из семинарии. Примкнул к большевикам и в 1905 году познакомился с Лениным. Несколько раз был арестован и приговаривался к ссылкам и тюремному заключению. В дни февральской революции уже входил в руководство большевистской партии. Вначале поддерживал Временное правительство. Но после возвращения Ленина в Петроград принял его идею о проведении новой социалистической революции. По городу по-прежнему носились автомобили с вооруженными людьми. Обстановка в Петрограде становилась все тревожнее. В Таврическом дворце, забитом до отказа солдатами и вооруженными рабочими, с утра до ночи заседал Центральный исполнительный комитет Съезда Советов. Выступали депутаты, выступали представители полков, выступали делегаты заводов. Все хотели спасать революцию. Противники большевиков резонно полагали, что новое восстание сметет их вместе с Временным правительством. При этом само правительство бездействовало. Пойди, айда к Ленину! 4 июля матросы Кронштадта двинулись к главному штабу большевиков, бывшему особняку балерины Кшесинской. Моряков сопровождали грузовики с пулеметами, раздавались выстрелы в воздух. Дойдя до дома Кшесинской, кронштадтцы стали требовать Ленина, который уже вернулся в Петроград. Ленина, 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 Л Тот вышел к демонстрантам и произнёс пылкую, но расплывчатую речь. Вождь яростно критиковал и Временное правительство, и Петроградский совет, но от прямого призыва к восстанию воздержался. Выслушав Ленина, матросы двинулись к Марсову полю. Но когда они вышли на Литейный проспект, по ним открыли огонь. Кронштадтцы начали стрелять в ответ. Кто стрелял по матросам, неизвестно до сих пор. Но тогда во всём обвинили контрреволюционеров. В ближайших домах начались самочинные обыски, а кое-где и погромы. Инциденты с загадочной стрельбой произошли в тот день и в других местах. Счёт убитых шёл на десятки, число раненых исчислялось сотнями. Никто не понимал, что происходит. По столице распространились слухи о солдатском бунте и о казнях восставших. Солдатам якобы рубили головы и делали это казаки, которых привёл с фронта Керенский. На самом деле военный министр в Петрограде отсутствовал, а остальные министры вели себя пассивно. Правительство сначала пряталось на квартире премьера князя Львова, а потом в штабе Петроградского военного округа. Официально считалось, что министры проводят очередные заседания, но ни для кого не было секретом, что они попросту ищут защиты у командующего военным округом генерала Половцева. Хотя надёжных войск в его распоряжении было совсем мало. Между тем, события развивались стремительно. К четырём часам дня разъярённая толпа кронштадтских матросов добралась до Таврического дворца. Ситуация складывалась абсурдная. Моряки выступали за передачу всей власти Советом, и при этом готовились разгромить Петроградский Совет. А защищали его солдаты 1-го пулемётного полка, ставшие зачинщиками всего происходящего. Столкновения, однако, не произошло. После недолгого колебания пулемётчики объединились с матросами. Ворвавшись в здание, кронштадтцы захватили министра земледелия и представителя партии эсеров Виктора Чернова. Колпа готова была разорвать его. Но в дело вмешался Лев Троцкий, который произнёс пламенную речь. «Товарищи кронштадтцы, краса и гордость русской революции. Я убеждён, что никто не омрачит нашего сегодняшнего праздника, нашего торжественного смотра сил революции ненужными арестами. Кто тут за насилие? Пусть поднимет руку!» Пока Троцкий общался с моряками, Чернова успели увезти. Жизнь министра была спасена. Вечером командующий округом генерал Половцев получил от Керенского приказ прекратить беспорядки. Но войску генерала было явно недостаточно. Всё это поразительно напоминало дни февральской революции. Безвольное правительство, отсутствие верных ему сил, огромный город во власти вооружённой толпы. Власть снова валялась под ногами. Но на следующий день всё вдруг переменилось. Утром 5 июля Временное правительство обнародовало убийственную информацию. Предводители большевиков во главе с Лениным являются немецкими шпионами и получают деньги от германской разведки. Достоверность сведений у многих вызывала сомнения, и практически все газеты отказались печатать эти разоблачения. Согласилась только одна – газета «Живое слово», имевшая устойчивую репутацию представителя жёлтой прессы. Были приняты меры и силами правопорядка. 8 июля Временное правительство отдало приказ о боресте Ленина, Зиновьева и других видных большевиков по обвинению в государственной измене и организации вооружённого восстания. Через два дня была создана особая следственная комиссия для расследования степени участия в восстании войск гарнизонов Петрограда и его окрестностей. Одновременно прокурор Петроградской судебной палаты поручил следователю по особо важным делам приступить к производству следствия о восстании 3-5 июля по признакам преступления, предусмотренного сотой и сто восьмой статьями уголовного уложения. Фактически это было продолжением уголовного дела, открытого против большевиков ещё в апреле. Ленин и большевики не были германскими шпионами в прямом смысле слова. Речь шла лишь о совпадении интересов Германии и большевиков. И те, и другие стремились к поражению России в войне. Тем не менее, большинство исследователей считают, что германское правительство действительно финансировало большевиков по нескольким каналам. Первый – через Александра Парвуса, Александр Львович Гельфанд, который сотрудничал с германскими спецслужбами и доверенными лицами Ленина. Второй источник – через посредничество швейцарского социал-демократа и германо-австрийского агента Карла Моора, который передавал деньги большевикам уже в 1917-18 годах. Сообщение, что Ленин, Ганецкий… После обвинения большевиков в шпионаже настроения масс стали меняться. Еще вчера многие солдаты Петроградского гарнизона были готовы поддержать большевиков, но, узнав о немецких деньгах, они спешили откреститься от предателей. Теперь генералу Половцеву стало значительно легче уговаривать солдат защищать Временное правительство. Кроме того, для наведения порядка были вызваны войска с фронта. В течение дня, казавшиеся несметными, толпы восставших растаяли, как дым. Войска окружили штаб большевиков, дом Кшесинской. Переговоры с ними вел Сталин. Договорились, что большевики оставляют здания в обмен на право беспрепятственного выхода. В столицу прибыли фронтовые части, и началось наведение порядка. С действующей армией явился Керенский. Прибывший с ним отряд уступал в численности столичному гарнизону в 40 раз, но петроградские части покорно дали себя разоружить. Солдат 1-го пулеметного полка взяли под стражу и отвели на Дворцовую площадь, где был устроен своеобразный фильтрационный лагерь. 45 зачинщиков восстания арестовали, остальных отправили на фронт или в другие тыловые гарнизоны, подальше от столицы. Моряки укрылись в Петропавловской крепости. После переговоров они сдались. Матросов разоружили и отослали домой в Кронштадт. Против большевистской партии начались репрессии. Руководители Российской социал-демократической рабочей партии, сокращенно РСДРП, подлежали аресту. Александр Кэдлович, мы просим вас изменить свои взгляды в отношении большевиков. Петроградский совет пытался их отстоять и представить пусть и заблуждающимися, но честными революционерами. В разгар дебатов с делегацией Совета Керенскому принесли телеграмму. Австрогерманские войска прорвали фронт под Торнополем. Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронт разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, может быть, гибелью революционной России. Настроение частей, двинутых недавно вперед, героическими усилиями меньшинства определился резкий гибельный перелом. Наступательный прорыв быстро исчерпался. Большинство частей находятся в состоянии всеразрастающегося разложения. Теперь, надеюсь, больше не будете возражать против арестов? В Петрограде арестовали большевиков Троцкого, Луначарского и Каменева, которого солдаты едва не растерзали. Всего аресту подлежали несколько десятков видных деятелей Российской социал-демократической рабочей партии большевиков – РСД РПБ. Напуганный Ленин в те дни говорил, «Теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент». Он почти угадал – при аресте Ленина планировали убить. Ему пришлось сменить пять конспиративных квартир, а затем вместе с другим лидером большевиков Григорием Зиновьевым скрываться недалеко от Петрограда, в шалаше на озере Разлив. В августе он перебрался на территорию Великого княжества Фемляндского, где прятался до начала октября в Галкале, в Гельсингфорсе и в Выборге. Казалось, что с большевиками покончено навсегда. Финалом июльского восстания стали похороны казаков. Две сотни донцов были той ничтожной силой, на которую в первые дни беспорядков мог положиться генерал Половцев. Несколько казаков заплатили за это своими жизнями. Временное правительство устроило им торжественные похороны. В дни июльского восстания погибли 20 казаков и 4 артиллериста. 70 человек было ранено. У восставших убито. 16 ранено около 700 человек. У открытых гробов Керенский произнес яростную речь. «Перед всеми вами я открыто заявляю, что все попытки подстрекательства к анархии и беспорядкам, откуда бы они ни проистекали, будут безжалостно пресекаться. Перед телами погибших я призываю вас поклясться, что вместе с нами вы приложите все силы, чтобы спасти государство и свободу». К автомобилю военного министра отнесли на руках. В составе Временного правительства последовали новые перестановки. В этот раз радикальные. Князь Львов ушел с поста премьер-министра и министра внутренних дел. Главой правительства стал Александр Керенский. Новый премьер-министр поселился в Зимнем дворце. Когда он покидал свою резиденцию, над ней спускали красный флаг. Так было при царе. При отъезде государя из Зимнего императорский штандарт спускался с флагштока. Керенский объезжал солдатский строй на белом жеребце из царских конюшен и передвигался на автомобиле из царского гаража. Некоторые всерьез полагали, что Александр Федорович собирается жениться на одной из дочерей Николая II и водрузить на свою голову императорскую корону. Самого императора вместе с семьей выслали из царского села в Сибирский Тобольск. Керенский лично обещал Николаю, что это временно, и в декабре он сможет возвратиться. Но свою столицу последний русский царь больше не увидел никогда. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции» Петроградский большевистский мятеж послужил новым и могучим толчком к дальнейшему разложению порядка и организации в стране. После разгрома большевистского восстания ситуация в столице поменялась радикально. Теперь уверенно себя почувствовали сторонники твердой руки. Среди них были самые разнообразные люди. Сметенные вихрем революции политики, крупные промышленники, армейские генералы и офицеры рангом пониже. Керенский не мог бы стать вождем для этих сил. Их взоры обратились к генералу Корнилову. Лавр Георгиевич Корнилов, как никто другой, подходил для роли установителя порядка. Храбрый, популярный в войсках, он не был старорежимным ретроградом. Революции генерал скорее сочувствовал, но анархию, наступившую в стране и армии, ненавидел всем сердцем. Восьмая армия, которой он командовал, стала фактически единственной, хорошо проявившей себя во время провального июньского наступления. Летом 1917 года его назначили командующим Юго-Западным фронтом, а через две недели он уже был верховным главнокомандующим русской армии. Войска находились в плачевном состоянии, дисциплина падала, солдаты воевать отказывались, не подчинялись офицерам. А те возлагали вину за разложение на солдатские комитеты, созданные после февральской революции. Корнилов всегда оставался ярым противником комитетов и считал, что никакой политики в армии быть не должно. Возглавив фронт, он потребовал от правительства вновь ввести в армии военно-полевые суды и смертную казнь, чтобы восстановить дисциплину в войсках. В результате генерал нажил множество врагов, но и сторонников тоже приобрел немало. Часть из них была готова идти за своим вождем до конца, другие рассчитывали с его помощью выдвинуться в политические деятели высшего звена. Одним из таких был Борис Савенков. Борис Викторович Савенков – революционер, создатель и руководитель боевой организации эсеров. Участвовал в подготовке террористических актов, жертвами которых стали министр внутренних дел Российской империи Вячеслав Плеве, московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович и министр внутренних дел Петр Дурново. В 1906 году был приговорен к смертной казни, но бежал из заключения. Жил в эмиграции. В 1917 году вернулся в Россию. Савенков был назначен комиссаром 7-й, а затем 8-й армии, потом комиссаром Юго-Западного фронта. Керенский, возглавляя военное министерство, фактически передал его под контроль Савенкова. Несмотря на прошлое боевика-террориста, Савенков презирал анархию и власть толпы, а себя видел едва ли не избавителем Родины от революционной стихии. Он стал одним из тех, кто поддержал кандидатуру Корнилова на пост верховного главнокомандующего. Сам Корнилов принял должность с оговорками. Он требовал от политиков не вмешиваться в дела военных и настаивал на реорганизации армии. Социалистические газеты встревожились. В попытках восстановить дисциплину в войсках они увидели проявление контрреволюции и призрак диктатуры. План по наведению порядка у Корнилова был. Временному правительству он представил доклад, где потребовал распространить законы военного времени на тыловые районы, ликвидировать большинство комитетов в армии и передать железные дороги под жесткий военный контроль. Его доклад сильно смахивал на ультиматум, и отношения Корнилова с Керенским стали быстро портиться. Замысел Савенкова заставить их работать сообща оказался неудачным. Тем временем 12 августа в Москве начало работу Государственное совещание. Участвовали в нем не только социалисты, но и другие политические партии и общественные организации страны. Открылось совещание в Большом театре длинной речью премьер-министра Керенского. На следующий день в Москву прибыл Корнилов. Своего главнокомандующего офицеры вынесли на привокзальную площадь на руках. Толпа кричала ему «Спасите Россию!». Овациями встретили Корнилова и в Большом театре. Социалисты и солдаты главнокомандующему аплодировать отказались. Первые же слова вышедшего на трибуну Корнилова прозвучали тревожным набатом. «С глубокой скорбью, я должен открыто заявить, что у меня нет уверенности, что русская армия без колебаний исполнит свой долг перед Родиной». Генерал перечислил основные положения своего доклада и потребовал незамедлительно принять решительные меры. Затем слово взял атаман донского казачьего войска Каледин. Он призвал установить в стране твёрдую власть, способную действовать без оглядки на советы и комитеты, по сути, призывая к диктатуре. Керенский в ответ заявил, что правительство давлению не поддастся. Государственное совещание закончилось ничем. Но оно показало, что раскол в стране силён, противоречия неразрешимы, а правительство крайне слабое. Московское государственное совещание было последней значительной государственной попыткой революционной власти возобладать над грозно надвигающейся политико-социальной анархией. Трагическим эпилогом к Московскому совещанию стала новая катастрофа на фронте. Спустя несколько дней после закрытия совещания немцы прорвали фронт и заняли Ригу. Русская армия сдала этот важнейший город практически без сопротивления. Сражались только несколько полков и латышские стрелки. После падения Риги перед германской армией открылась дорога на Петроград. Генерал Корнилов обвиняется в отступлении! Генерал Корнилов обвиняется в отступлении! Генерал Корнилов решили ввести военное положение. Социалисты тут же развернули пропагандистскую кампанию в прессе. Корнилова обвиняли в том, что он сдал немцам Ригу и готовится отдать им Петроград, чтобы задушить революцию. Ситуация снова накалялась. На фронте опять начались убийства офицеров. В это же время в Казани на пороховом заводе прогремели взрывы. На военных складах было уничтожено около 12 тысяч пулеметов и почти миллион снарядов. Взлетели на воздух артиллерийские склады и в Петрограде. Организаторов не нашли. Страна все больше погружалась в хаос. Для многих в те дни единственной надеждой на спасение стал генерал Корнилов. В это время по России постоянно носились слухи о монархических заговорах. Сплетни, бродившие по стране, не подтверждались. Хотя тайные соглашения на самом деле были, пусть и не монархические. Центром притяжения для недовольных служила Ставка Верховного Главнокомандующего. В Могилёве образовалась организация «Союз офицеров армии и флота». Цель её была проста и понятна – военный переворот во главе с Корниловым. Существовали и другие подпольные организации. Не бездействовал и Керенский. Он отправил Савенкова в Могилёв, чтобы обсудить с Корниловым ряд мер по наведению порядка и укреплению обороны столицы. Договорились, что в Петроград будут отправлены войска с фронта. Также обсуждалось формирование нового правительства. Все эти меры были согласованы с Керенским. Расставаясь с Савенковым, Корнилов сказал, «Передайте Александру Фёдоровичу, что я буду его всемирно поддерживать, бо это нужно для блага Отечества». «Не беспокойтесь, я всё передам Александру Фёдоровичу. Честь имею». В Могилёве были уверены, что всё идёт как надо. Но вернувшийся в Петроград Савенков неожиданно столкнулся с сопротивлением Керенского. Подписывать привезённые из ставки бумаги премьер-министр отказался. И тут на сцене появился новый персонаж. Бывший член Временного правительства Владимир Львов. Это был очень эмоциональный и впечатлительный человек. И то, что происходило в стране, действовало на него угнетающе. Львов. Владимир Николаевич. Бывшему главе Временного правительства князю Львову приходился всего лишь однофамильцем. Происходил из дворянской семьи, депутат Государственной Думы. Занимал пост оберпрокурора Святейшего Синода в первом и втором составах Временного правительства и отличился раздражённым и недоброжелательным тоном по отношению к епископату Православной Церкви. В правительстве Керенского не получил никакого поста, чем был чрезвычайно обижен. Львов пришёл к Керенскому, стал туманно намекать на какие-то влиятельные силы, представителем которых он якобы является, и заявил, что состав правительства нужно поменять. Керенский ничего конкретного не ответил. Однако это не помешало Львову впредь говорить, что действует он по поручению главы правительства. Владимир Николаевич отправился в Могилёв, где в Ставке Верховного командования встретился с Корниловым. Львов предложил главнокомандующему взять власть в свои руки, хотя обсуждать этот вопрос его никто не уполномочивал. Корнилов знал, что Керенский и Львов ранее были друзьями, и поверил ему. Генерал предложил, чтобы Керенский и Савенков прибыли в Могилёв, где он сможет гарантировать их безопасность. А также пообещал Савенкову пост военного министра, а Керенскому – портфель министра юстиции. Перед отбытием в Петроград Львов поговорил с Василием Завойко – ординарцем Корнилова. Завойко сказал, что Керенского в Ставке убьют, а Корнилов не сможет этому помешать. «Передайте Александру Фёдоровичу, что ему не стоит приезжать. Ему угрожает опасность, и мы не сможем этому помешать». «Что вы имеете в виду? Счастливого пути?» Позднее ординарец утверждал, что пошутил, но Львов от услышанного пришел в ужас. Пока ошеломленный Львов ехал в столицу, дела шли своим чередом. Корнилов, выполняя договоренности с Савенковым, отдал приказ о формировании отдельной Петроградской армии. К Петрограду перебрасывались части 3-го конного корпуса, командующего генерала Крымова, и части туземной дикой дивизии. В Ставке шло обсуждение состава нового органа власти – Совета народной обороны. «Передайте Александру Фёдоровичу, что…» Приехав в Петроград, Львов сообщил Керенскому, что Корнилов требует всей полноты власти, а жизнь самого премьера – в опасности. «По требованию Керенского Львов написал записку об услышанных в Могилёве требованиях. Позднее Керенский выдал эту бумажку за ультиматум Корнилова». Вы уверены? Да. Пишите. Что писать? Все, что вы сейчас сказали, все пишите. Все? Все. Выслушав Львова, Керенский отправился на телеграф и связался с Корниловым. «Ну, долго еще там?» Корнилов подтвердил факт переговоров и попросил Керенского выехать в Могилёв. Имея на руках фальшивый ультиматум и телеграмму верховного главнокомандующего, Керенский арестовал Львова и отправил его в Петропавловскую крепость. Корнилов от командования был отстранен. Историки до сих пор спорят о том, что руководило Львовым в его странных поступках – месть Керенскому или просто помутнение рассудка. Но именно этот странный эпизод оказал решающее влияние на дальнейший ход событий, и последствия его оказались катастрофическими. После того, как Корнилов отказался оставить свой пост, его объявили мятежником. Подчинение ему приравнивалось к государственной измене. Корнилов выпустил следующее объявление. «Русские люди! Великая Родина наша умирает! Вынуждены выступить открыто я, генерал Корнилов, заявляю, что временное правительство под давлением большевистского большинства советов действует в полном согласии с планом германского генерального штаба, одновременно с предстоящей высадкой сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну изнутри. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ до учредительного собрания, на котором он сам решит свою судьбу». Назначенный временным правительством новый главнокомандующий, генерал Лукомский принять должность отказался и остался с Корниловым. От поста отказались еще несколько генералов, поддержавших мятежного генерала. Савенков перешел на сторону Керенского. Назначенный военным губернатором Петрограда, он занялся организацией отпора выступлению генерала Корнилова, которое не так давно сам же организовал. Третьи конные корпусы «Туземная дивизия», двигавшиеся на столицу, мгновенно превратились из сил восстановления порядка в войска мятежников. Керенскому ничего не оставалось, как обратиться за помощью к своим политическим противникам из Петроградского совета. В столице начали раздавать оружие рабочим, многие из которых поддерживали большевиков. партия Ленина по-прежнему находилась вне закона, но теперь получила возможность возвратиться на политическую арену. Владимир Ильич, здравствуйте, я вам письмо принес. Проходи. Нет, спасибо. Что ж там пишет-то? Ну что, Гриш, Фринляндия отменяется. Возвращаемся в Петроград. Тем временем войска генерала Крымова двигались к Петрограду. Продвижение шло медленно, а когда к эшелонам прибыли агитаторы и стали уговаривать казаков и кавказских горцев не становиться душителями революции, войска вообще остановились. Керенский, предлагая решить дело миром и не доводить до кровопролития, вызвал Крымова в Петроград. Тот согласился. Что произошло в кабинете во время их встречи осталось тайной. Известно только, что Керенский обвинял генерала в мятеже и организации заговора. Однако Крымов, покинув кабинет премьер-министра, через несколько часов в квартире своего знакомого застрелился. Это самоубийство поставило точку в истории Корниловского выступления. Бежать из Могилёва бывший главнокомандующий отказался и был арестован. Вместе с ним арестовали его ближайших соратников. Оказался в заключении командующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин, поддержавший Корнилова. Продержав арестованных несколько дней в Могилёве, их затем перевели в маленький белорусский город Быхов. Взят под стражу. Генерал Корнилов. Взят под стражу. Александр Фёдорович Керенский мог чувствовать себя триумфатором. Он снова, как и во время июльских событий, оказался победителем. Теперь министр-председатель временного правительства оказался на вершине власти. Казалось, что все его враги разгромлены. Ленин скрывался, Корнилов находился под арестом. Керенский думал, что выиграл, но вокруг него продолжала бушевать революционная стихия. Еще несколько дней назад его союз с Корниловым мог навсегда похоронить большевистское движение и направить историю России в совершенно другом направлении. Парадокс истории состоял в том, что мятеж, призванный уничтожить большевистскую угрозу, дал Ленину и его партии, возможно, последний шанс появиться на политической арене. И большевики этот шанс не упустили. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok